Приветствую вас. Вы знаете, я думаю, что с точки зрения психологии было бы не совсем правильно оценивать ваши действия как правильные или неправильные, ну хотя бы потому, что никакого конструктива, никакой пользы для вас это не принесёт. Если кто-то из нас скажет, что поступили вы правильно, а кто-то скажет наоборот, что поступили вы аморально, что это позор и т.д. и т.п., ну по всей этой разницы особо никакой не будет, потому что либо вы верите в том, что вы поступили правильно, и будете двигаться дальше, а поскольку сейчас вы не счастливы, то вряд ли счастливее от этого станете, либо, если вы поверите в то, что вы поступили неправильно, ну опять же, скорее всего, вы будете ещё больше себя обесценивать, ещё больше себя обвинять, и по итогу будете так же несчастливы. Вот, поэтому от оценки, нашей оценки того, что вы сделали, ничего не зависит. Вообще ничего не зависит. Я думаю, что здесь можно обратить внимание на цель. То есть предположим, что в вашей жизни сложилась непростая ситуация, которую вы не можете разрешить сами. Ну, это бывает. Это бывает. Мы сейчас не говорим о каких-то глубоких причинах этой ситуации и т.д., просто говорим о том, что эта ситуация возникла. И в теории справиться с этой ситуацией сами вы не можете, да, то есть вам нужно уйти, например, из дома, да, хочется жить отдельно, а денег как бы нет. И вы понимаете, что, например, в ближайшем будущем, да, вот этих вот самых денег, скорее всего, не будет, как бы, или будет, но недостаточно, опять же. Вот. И в этом случае, да, вы поступили конструктивно и полезно для себя, что приняли это предложение. Приняли предложение не обычным, а с человеком, который вам не чужой, с которым вы встречались 4 года. То есть, как бы, ну, вот. Это, наверное, самый лучший вариант для вас. Но, если вы считаете, что для вас неприемлемо, вот в глубине души вы знаете, что для вас неприемлемо... ну, жить вместе с человеком, который не предлагает вам серьезных отношений, да, просто без обязательств, то вам необходимо четко оборвать границы. Например, что вы квартиру снимаете, но, допустим, не вступаете в интимные отношения. А вы квартиру снимаете, но, допустим, там, для него ничего не делаете. То есть, просто живете как соседи, например, например. Либо, либо, вы можете делать все что угодно, но четко для себя определите цель и сроки, когда это закончится. То есть, когда вы хотите, чтобы это все закончилось, перестало быть, вот, и что вы для этого делаете каждый день. Каждый день, что вы делаете для того, чтобы это, ну, чтобы это, вот, перестало иметь место. Это, вот, то, что вам необходимо сделать именно, вот, в ответ на вопрос, правильно ли вы поступили. Дальше. Не слишком ли это позорно, спрашиваете вы? Ну, опять же, вопрос такой, знаете, с хитринкой, с провокацией немножечко-немножечко, да. То есть, что значит не слишком? Знаете, не бывает слишком позорно или не слишком позорно? То есть, даже если это не слишком позорно, то все равно позорно, как бы, вот. И я не думаю, что вам будет легче от того, что если кто-то вам скажет, что, знаете, это не слишком, не слишком позорно, ну, не слишком. Вот, я не думаю, что вам будет намного легче от того, что вам скажет, что это не слишком позорно, по сравнению с тем, что если вам сказали, что это слишком позорно. Так или иначе, ну, там разница небольшая будет. Вопрос только в том, позорно со стороны кого? Кто критикует вас? От кого исходит критика? И какова цель этой критики? Или, допустим, кто-то считает, что так поступать позорно? Окей. Окей. Может ли эти фигуры или эта фигура, если угодно, вам помочь? Может, могут ли эти фигуры сделать так, чтобы вам не пришлось участвовать в этих вот, с их точки зрения, позорных действиях? Если нет, если все, что они могут сделать это, считать, что это позорно и все, то извините, к таким фигурам прислушиваться не стоит. Понимаете? Если эти фигуры о вас заботятся, то пусть они свою заботу проявят. Если они не проявляют заботу, то извините, чем подкреплены их слова? Поэтому тут вот нужно подвергать в свою очередь критике их критику. Вот. Потому что они просто критикуют, они просто мыслят догмами, а вы-то что делаете? В данном случае вы выживаете. Вы выбираете для себя наиболее, ну, тот путь, который вам вот кажется правильным здесь и сейчас. И это ваш выбор. Опять же. Да? То есть предположим, вот, допустим, я ваш, допустим, ну не знаю, старший брат, который видит, что вы вот собираются сделать то, что вы делаете. Я вам говорю, Кать, вот ты знаешь, ну, что ты, что ты вообще делаешь, да? То есть, как бы, ты идешь к мужчине, да, там будешь им жить и без обязательства ты такой, что ты делаешь. Вы мне в ответ что можете сказать? Вы можете сказать, брат, слушай, ну, Андрей, слушай, я сама знаю, что это как бы не очень хорошо, но мне не хватает денег. Ты можешь мне помочь? Можешь мне, там, давать, вот, там, не знаю, ближайшие, там, два-три месяца, да, вот, в долг, то, что мне не хватает. Не хватает, я тебя потом отдам. Будешь? Я буду снимать квартиру отдам. Нет, значит, я буду, я буду, я буду жить с этим мужчинам. У меня нет выбора, нет. Я не хочу жить, вот, ну, как бы, в семье, да, в которой у вас проблемы. Вот и все. Итак, вопрос стоит. Ну, вот, оценить, оценить могут все, а вот предложить по факту что-то сделать, да, то есть, помощь, например, да, там, какое-то содействие, заботу, это могут далеко не все. Поэтому, ну, вы определите цель критики этих фигур, от которых она исходит. И все. И я полагаю, что вам потребуются, конечно, определенные навыки, но если вы будете отделять их цели, цели фигур, от своих целей, то будет проще. Ну, это вот на первом этапе, конечно, то есть, тут понятно, что нужна уверенность в себе, живая и обратная связь, ну, и так далее, это понятно. Но пока что, вот, да, вот так, да, то есть, ну, то, что можно сделать, вот, на основе вашего, значит, текста. Вот. Дальше, значит, теперь непосредственно то, что касается вашего вопроса. Вы пишите, что встречались с мамным четыре года, он хороший. Понимаете, вот хороший, это оценочное осуждение. Что значит хороший? Хороший для кого? Хороший почему? Вопрос стоит не так. Вопрос стоит, подходит ли он вам или нет? Вопрос стоит так, устраивает он вас или нет? Вопрос стоит так, раскрываетесь ли вы с ним как женщина целиком и полностью или нет? Раскрывается ли он с вами как мужчина целиком и полностью или нет? Совпадают ли ваши компоненты личности друг с другом или нет? Вот как вопрос стоит, а не такое, что хороший или плохой, понимаете? Это оценочное осуждение. И оценочное осуждение предполагает резкую перемену. Да? То есть, сегодня ты хороший, потому что ты сделал то-то-то-то для меня, а завтра ты плохой, потому что ты сделал то-то-то-то, что, например, не для меня. И что? Это не серьёзная постановка вопроса, не взрослая в данном случае. Видно, что любил, и я его любил и люблю, но часто ссорились и из-за этого расходились в основном по его инициативе. Нет. Я бы сказал, что вы ссорились часто и поэтому расходились, но не из-за этого. Люди расходятся не из-за ссор. Ссора – это следствие проблем, но никак не причина. За ссорами что-то стоит. За ссорами стоят ваши желания, за ссорами стоят ваши, может быть, страхи, ваша субъективная позиция, короче говоря. И за ссорами стоит то, как вы себя преподносите, за ссорами стоит то, как вы выстраиваете общение с людьми, в частности, вот, со своим близким человеком. Вот. То есть в ссоре участвует не только он, но и вы. Вы тоже ответственны за ссору и вы ответственны ровно за 50%, то есть половины. И важно разобрать именно вашу половину в этих ссорах, чтобы понимать, почему именно вы сделали так, что ссора случилась. Один человек поссориться бы с мамой не мог никак. Это очевидно. Я надеюсь. Дальше. Сейчас этот месяц как расстались по его инициативе. Из-за чего расстались? Он начал писать и предлагать, типа, просто провести время, на отношения не будет. Ну, здесь, вот, когда люди предлагают просто провести время, да, но отношений при этом не будет, а здесь, мне кажется, всегда есть проблема с определенной близостью. То есть человек понял, что в определенной степени близости с вами он получает больше негатива, чем позитива. И человек отдалился от вас на максимально комфортную для него позицию, чтобы получать не только позитив. Это его право. Это не означает, что он вас не любит или не означает, что он вас использует. Заметьте, он предлагает вам позвать вместе. Заметьте, он предлагает вам провести время. То есть он все еще тянется, к вам он по-прежнему тянется, к вам он по-прежнему ходит, но его не устраивает ваши ссоры, которые возникают из-за того, что вы оказываетесь на том уровне близости, к которому вы, вероятно, не готовы. Вас можно подготовить, но вы пока не готовы. Поэтому мужчина ведет себя совершенно очевидно. Он защищается. Дальше. Так, значит, чтобы снимать квартиру, предложили мне теперь мне отказали еще раз в отношениях. Это какие, где, как отказали вам. Как это относится с тем, что вы этого мужчину любите? Ага, ну тут в семье проблемы. Какие проблемы? Из-за чего проблемы? По какой причине вы плачете и от чего вы устали? Хочу уйти жить отдельно, но немного не хватает на съемку. Если не хватает немного, можно занять и друзей. Знаете, какая история? Если именно немного не хватает, можно занять и друзей. Вы этого не сделали. Вы предпочли принять его предложение. Почему? Зачем? Всего выходите, на что надеетесь? Не было ли целенаправленным выбором то, что вы приняли предложение именно мужчины, а не предпочли исправиться самостоятельно? Вообще здесь мне кажется, что вы ведете себя как жертва, то есть не берете личной ответственности за то, что происходит. За ссору личную ответственность не берете. За модель в личной жизни ответственность не берете. За проблемы в семье и свою реакцию на нее ответственность не берете. За выбор, который вы решаете в пользу принятия предложения мужчины тоже ответственность не берете. То есть как бы нет личной ответственности. Все вас как будто вынуждает и все идет как будто бы в обход вашей воли. Понимаете? Вы если чего-то не можете, если в чем-то сомневаетесь, вы попросите помощи, попросите совета у кого-нибудь. Но не нужно вести себя так. Вести себя так. Если вы что-то делаете, вам нужно быть уверены в том, что вы действительно это сделали. Вот, например, вы уверены в том, что вы любите мужчину. Все, вы пока с ним. Пока жертвы не пройдут. Зачем вы вступали в новые отношения? Для чего? Непонятно. Да? Вы понимаете, что у вас есть у меня проблемы, но избегая этих проблем, вы проблемы не решите. Потому что часть проблем находится в вас. Соответственно, за это тоже нужно брать личную ответственность. Принимая предложение мужчины, вы решаете, что за вас это единственный выход. И вы опять же несете за это личную ответственность. То есть взятие личной ответственности и принятие личной ответственности означает, что вы не ориентируетесь на засуждение оценочных других людей. А полностью отвечаете за возможные негативные последствия для себя и для других. Вот и все. И все, что вам нужно сделать, это минимализировать негативные последствия как для себя, так и для других. И если вы это делаете, то любые оценочные осуждения других людей не имеют никакого значения. Потому что это ваш выбор. А их оценочные осуждения – это проявление их желаний. Но жизнь ваша. И только вам решать, как поступать. И только от вашего выбора зависит то, как будет она складываться в дальнейшем. И весь вопрос в том, чем вы руководствуетесь при принятии решения и при совершении выбора, который вы делаете. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был полезен вам. Я желаю вам всего здорового и доброго. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете вы лучшим. А если остались вопросы, вы можете написать мне в личку. Я вам с радостью помогу. Всего доброго. Спасибо.